Приветствую! Многим известно слово государство. Некоторые употребляют его как синоним слов страна или родина. Но тут кроется ошибка. Государство, страна, родина это разные понятия. Их нельзя употреблять как синонимы. Давайте разберем, что же такое государство. Начнем, как обычно издалека. В первобытно общинный период государства не было. Люди сообща занимались собирательством, охотой, рыболовством и распределяли добычу между собой. Орудия производства были примитивные. Производительность труда крайне низкая. И в основном они еле-еле могли прокормить сами себя. Поэтому в этот период при различных племенных стычках и войнах пленников убивали. или съедали. Ну а зачем держать у себя лишний рот, который, даже если заставить его работать, сможет прокормить только себя. Но прогресс не стоит на месте. Орудия производства совершенствовались. Производительность труда росла. И люди стали производить продуктов больше, чем могли съесть. Возможность меньшими силами прокормить большие дала начало рабовладельческому периоду. Когда пленника не убивали, а превращали в раба. И он работал на благах хозяев. Освобождая тех от производства материальных благ. Для творчества, науки и других интересных занятий. И вот иногда получалось так, что рабов становилось чуть ли не больше, чем хозяев. Это уже было опасно. Понадобилось как-то организоваться, чтобы противостоять возможным восстаниям и недовольствам. А как заставить большинство подчиняться меньшинству? Всяческие внушения и религия, с ее терпимостью к власти, это конечно хорошо, но не все на это покупались. Понадобился инструмент насилия, который был бы способен держать в узде большинство меньшими силами. И стали появляться аналоги сегодняшней полиции, Росгвардии, судебной системы и так далее. Силы, которые действовали в интересах рабовладельцев, то есть правящего на тот момент класса. И подавляли угнетаемый на тот момент класс рабов. Вот вся эта система для осуществления контроля господствующим классом угнетаемого большинства и называется государством. Первая государственность стала появляться именно при рабовладельческом строе, когда понадобилось защищать правящее меньшинство. Затем это продолжилось и в других периодах. В феодальном, где в интересах немногочисленной аристократии начинали подавлять крепостных крестьян, которых было около 80 процентов. В буржуазном, защищая интересы капиталистов от трудящегося большинства. И только при социалистическом строе система была немного иная, где правящий класс был как раз наоборот большинством, но также имел государство для защиты себя от инакомыслящего меньшинства. Хоть это и было все до 60-х годов, когда Хрущев убрал из конституции такое понятие, как диктатура пролетариата. То есть власть у всех трудящихся забрал и отдал меньшинству партийной номенклатуре. В результате мы пришли к тому, что имеем сейчас. Итак, государство это инструмент диктатуры господствующего класса для защиты от внутренних и внешних посягательств. Учитывая, что у нас в стране буржуазная демократия, то господствующий класс в нашем случае это класс буржуазии, то есть капиталистов. Вот сейчас государство это инструмент, при помощи которого капиталисты защищают свои интересы. Именно свои, а не как большинство думает, общенародные. Поэтому некоторые просвещенные люди и говорят, что ненавидят свое государство, но любят свою страну. Теперь понятно почему. Счастливо!